Всем привет! В этом видео мы узнаем, кто же такой этот SCP-096-скромник. Начнём с каноничных материалов. И для начала немного про его внешность. Официальный сайт SCP содержит только описание. Никаких изображений, относящихся к скромнику, нет. Есть только картинка, где скромник был заретуширован, а место, где он должен находиться, отмечено жёлтым кругом. Так что у нас есть только его описание. SCP-096 – гуманоидное существо, ростом приблизительно 2.38 метра. У субъекта наблюдается малое количество мышечной массы. Предварительные анализы массы тела показывают лёгкое недоедание. Руки непропорционально велики по отношению к телу объекта. Длина каждой равна примерно 1,5 метра. Кожа в основном лишена пигментации. Признаки волос на теле отсутствуют. Челюсти SCP-096 могут открываться в 4 раза шире нормы для среднего человека. Другие черты лица аналогичны средним человеческим, за исключением глаз, которые также лишены пигментации. Соответственно, все арты по скромнику и все изображения его играх – это именно что фан-арты. Что логично, ведь по сюжету фонд строго следит за тем, чтобы никакие правдоподобные изображения скромника не утекали за пределы фонда. Помимо того, что написано в основной статье SCP-096 про скромника, есть довольно много других материалов. И ни один из них почему-то до сих пор не переведён на русский, так что пришлось читать всё это на английском языке. Зато информации по этому персонажу оказалось не так мало. По основной сюжетной линии самого объекта фонд собрался уничтожить этого монстра и даже в этом преуспел. Да, скромник в итоге был уничтожен. Во всяком случае, так говорит один из основных авторов фандома доктор Цимериан. По его версии, главное в уничтожении скромника – это разрушить его аномально прочные кости. Для этой цели фонд использовал SCP-173 статую, которой удалось справиться с этой задачей. После чего уже тело скромника было уничтожено полностью оперативниками, которые расстреливали его останки, пока от них ничего не осталось. Так или иначе, эта информация ещё не добавлена в основную статью, так что пока её можно считать неким ответвлением от канона. Или нет. В другом рассказе Picture Perfect доктор Клев демонстрирует остальным исследователям фотографию скромника, которую он каким-то образом умудрился сделать и хранить от всех втайне. И ничего не происходит. Более того, по сюжету этого рассказа, фотографии лиц скромника теперь висят на одной из баз, как напоминание о том, с какой угрозой справился фонд. Кстати, насчёт угрозы, которую несёт скромник. В этом рассказе есть довольно интересные рассуждения, ведь не всё так однозначно. По сюжету самого объекта, скромник убивает всех, кто видит его лицо вне зависимости от того, где этот человек находится. То есть, по идее, если скромник вырвется из лаборатории фонда, его может снять множество камер, его лицо сразу увидит миллионы людей. Так как его покажут в новостях. Его фото напечатают в газетах. Люди будут передавать его изображения через соцсети. По идее, так бы он мог убивать людей чуть ли не бесконечно по цепочке. Всех, кто смотрит хоть какие-то СМИ. Поэтому фонд был готов устраивать целые локальные катастрофы, чтобы замаскировать побеги скромника. Об этом есть отдельный рассказ, где скромник убивает людей в каком-то торговом центре. И фонд устраивает огромную катастрофу, чтобы уничтожить все следы этого события. Так как после уничтожения скромника таких мер больше не требуется, фонд освободил множество ресурсов для других целей. Это, конечно, хорошо. Но плохо, что фонд так и не разобрался в том, откуда взялся скромник и в чем природа его сил. Сможет ли он добраться до того, кто увидел его фото в космосе или в другом мире. Ответы на все эти вопросы так и не будут получены. В рассказе Picture Perfect доктор Гирс говорит, что происхождение скромника так и осталось тайной для фонда. А сам уничтоженный скромник так и остался полной загадкой. То есть теперь это можно сказать канон, что фонд попросту ничего не знает об этом монстре и больше ничего не сможет узнать. Но это только в основной ветве канона. Фонд не был бы фондом, если бы у него был один единый сюжет. Среди канонов SCP есть такая вещь как лол фонд. По его сюжету весь управляющий состав фонда в результате какого-то смешения аномалий обезумел. И приобрел практически неограниченные возможности по изменению реальности. Но в силу своего безумия никто из них так и не смог осознать этого. Никто не смог понять, от чего все вокруг становится похожим на безумный сон. В этом каноне есть исследователь Чед и Вир. Кайл. Они сделали предположение, что скромник злой, потому что стесняется прыщей на лице. И чтобы он мог их скрыть, схватили маску одержимости SCP-035 и кинули ее скромнику под нос. Тот надел ее, вышел к исследователям и оказался вполне себе нормальным чуваком, с которым исследователям удалось потусоваться и побухать. Все в рамках научного эксперимента, разумеется. Для тех, кто не может смириться со смертью скромника, но хочет более серьезного чтива, чем лол фонд, в ветке канона сломанный маскарад, суть которого в том, что о фонде стало известно вообще всем, фонд использует скромника как оружие, подкидывая фотографии жертвам и оперативно возвращая существо на место. Там скромник это идеальный убийца на службе фонда, который способен добраться до кого угодно, стоит только показать цель и его фотографию. Хотя в этом как-то немного смысла, ведь у фонда есть смертельные мемы, которые тоже достаточно просто показать человеку, чтобы убить его. А если фотографии скромника попадут в неправильные руки или момент убийства снимут на камеру, информация может разлететься очень быстро, и скромник начнет носиться по миру, убивая людей. Видимо, поэтому фонд решил его устранить. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok